Профессионал 5 октября Так как 5 октября 1918 года НКВД РСФСР было создано Центральное управление уголовного розыска Центророзыск Ну и поэтому В кларах нашего прекрасного заведения Фонтанка этаж Замечательно подумал Каким образом можно эту историю обыграть Возник простой вопрос Когда полицейские перестанут пытать задержанных Вот такой непростой вопрос возникает в этот день Мы хотели его обсуждать с практиками Которые об этом знают Но пока у нас будут лишь эксперты с нами на связи Адвокат правозащитной организации АГОРА Виталий Черкасов Виталий мы приветствуем вас Добрый день Добрый день Слышите вы нас? Слышите Это хорошо И мы вас видим Это прекрасно Я сразу скажу нашим пользователям Что у нас голосование ВКонтакте В нашей официальной группе стартовало Мы спрашиваем очень аккуратно И предельно корректно Правоохранительная система Может быть действенной без насилия И три варианта ответа Нет Да Меня это не касается Уже проголосовало 80 человек Мы будем напоминать об этом голосовании И в конце подведем его итоги Как бы ответил Виталий Черкасов Человек, который сам был Собственно Одной из составных единиц Структур органов внутренних дел Ведь это так, Виталий Да Отвечать, да, на вопрос? Да Лучше отвечать И расскажите, чем вы занимались в МВД Насколько я понимаю Вот этот вопрос Он напрямую касался вашей работы Ну, в системе МВД Я занимался На различных должностях Обеспечением охраны правопорядка Единственное, о чем я сожалею Я не успел поработать Именно в подразделениях Уголовного розыска Понятно То есть вас мы сегодня не поздравляем Ну и ладно У нас не об этом сейчас речь Ответьте, пожалуйста На этот простой вопрос Который мы пользователям задаем Правоохранительная система Может быть действенна Без насилия? Нет Да Меня это не касается Она должна к этому стремиться Существуют хорошие законы Которые должны держать Сотрудников правоохранительных органов В правовых рамках Но, к сожалению, в нашей стране Закон в этой части Очень часто не соблюдается Что вы имеете в виду? Можете нам рассказать Как это звено работает? Как выглядит эта практика? И где происходит сбой? Потому что есть понятная история Если сотрудник полиции То, что называется, будет мямли Он будет не способен Общаться на равных с теми Кто нарушает закон Зачем тогда вообще нужен Такой сотрудник полиции? Я согласен с вами Когда я сам носил погоны Я полагал, что Слово и действие Сотрудника полиции Должно быть весомым И граждане должны Воспринимать эти слова И действия Ну, как представителя Закона правопорядка Но, к сожалению Когда я вышел на пенсию Я стал профессионально Заниматься правозащитной деятельностью И одним из направлений Моей правозащитной деятельности Было пресечение Нарушений прав человека Со стороны Моих бывших коллег То есть Вот эти пытки Привлечения к уголовной ответственности Невиновных Фальсификации Материалов уголовного дела Это основные направления А в каких Чаще всего Должностях Уличались люди Вот в применении насилия Кто Кто они Моя правозащитная практика Осуществлялась В Забайкальском крае Тем не менее У меня Было большое количество Партнеров В том числе И комитет Против пыток Нижегородский Известный И ситуацию в стране Я знаю очень хорошо Три года назад Я переехал На постоянное место жительства В Санкт-Петербург И Когда я приехал Знакомые адвокаты Которые здесь практикуются Мне сразу сказали Что Виталий Ты должен Это воспринять Как должное Здесь Милиция Полиция Не пуганная В том плане Что Нарушение прав человека Со стороны сотрудников Нарушаются чаще И без наказания И за эти три года Я в этом убедился Достаточно уже примеров И в моей Юридической практике Когда Ну Безнаказанность Порождает Вседозволенность Которая в итоге Заканчивается Не только Пытками Но и Смертью Людей Которых Запытали Сотрудники полиции Виталий Смотрите Нам справедливо скажешь Чего вы прицепились К нашим Везде Во всем мире Ровно То же самое Мексиканский генерал Извинился Жестокие пытки Женщины Пакетом 17 апреля Сообщали коллеги Журналисты Азербайджанские Правозащитники Хотят провести Мониторинг Гуантанамо Испания Отказывается От пыток То есть Это история Которая в общем-то Происходит везде На планете Земля Можно ли говорить О том Что мы в этом смысле Или это стандартная История для всех И статистика Российской Федерации Здесь выглядит Ну да Если можно такое слово Применить Прилично На общем фоне Ну я Смею надеяться Что в правовых Государствах Которыми я Причисляю Страны Европы В большей степени Скандинавии Доля таких Пыточных дел Она минимальна И В любом случае Нельзя Ориентироваться На опыт Других стран Когда существует Наша Российское законодательство Которое Обязывает сотрудников Уголовного розыска Свято Соблюдать Закон Права И Законные интересы Граждан С которыми Не общаются Каждый день Я могу Объяснить Причины Которые Заставляют Сотрудников Полиции Нарушать Этот закон Да Если можно Потому что Мы пытаемся Как раз Найти Этот момент Где Происходит Смещение Какого-то Не знаю Какого-то Акцента Вектора Рубикона Кого бьют Кого не бьют Не всех же бьют Не каждого же Задержанного Будут пытать Правда Смотрите Вот человек Приходит на службу В органы Внутренних дел У него есть Какие-то Высокие Обязательства Желания Он желает Работать Защищать Граждан Но Он сталкивается С системой Которой Это неинтересно То есть Человек Приходит И его Ставят в такие Рамки работы Когда он Вынужден Где-то Юлить Где-то Подменять Понятия Где-то Фальсифицировать Доказательства Потому что И в мое время Работы Это 20 лет назад И сейчас Ситуация Не изменилась Если происходит Какое-то Преступление Как правило Органы Правопорядка На него Реагируют Слишком поздно Когда И Преступник Скрылся С места Происшествия И Свидетели Разошлись И следы Затоптаны И вот В этой ситуации Первое Для чего Что необходимо Принять Это усилить Оперативный Выезд Сотрудников Полиции На место Преступления Когда По горячим Светам Можно задержать И виновников Преступления И собрать Доказательную базу А у нас Что получается Через Час Два Три Возьмите Любого гражданина Который Сталкивался С преступлениями И каждый Второй Вам скажет Что Реагирование Сотрудника Полиции Оно Неудовлетворительное И вот Когда Нельзя По горячим Следам Установить Начинаются Поиски Лица Которые Можно Схватить Подвергнуть Каким-то Пыткам И заставить Его написать Явку с повинной Вот это Первый вопрос Который Мне кажется Нужно Решать На государственном Уровне То есть Оперативное Реагирование На сообщения О преступлениях Услышу вас Давайте попробуем Ложиться в 30 секунд Потому что У нас не так Остается много времени Если получится Виталь Да Итак Второе Второе Это Так называемая Палочная система Когда Все у нас Органы Порядка И судебное Сообщество Заточено на то Чтобы у нас Как можно Больше Выше Была Планка Раскрываемости И я думаю Что если бы У нас Такой Орган Как суд Объективно И непредвзято Рассматривал Те дела Которые поступают Суд В достаточно Таком Шитое Белыми нитками И суд бы Всегда говорил Извините Вы мне Предоставили Липу Я Прекращаю Дело Я Признаю Лицо Невиновным Пожалуйста Работайте Лучше Качественно И тогда Вот в этой ситуации И сотрудник полиции Он будет знать Что я Не предоставлю В суд Какое-то Шитое Белыми нитками Нитками Дела И в этой ситуации Он будет работать Объективно И В интересах Закона Услышали Ваше мнение Это Виталий Черкасов Адвокат Правозащитной Организации Агора И он нам Рассказал Своей виденной Проблематике Те Фактические Проблемы Которые есть И какие-то Варианты Выходов Из этой ситуации Спасибо вам большое Виталий Спасибо Всего доброго Будем на связи В будущем Если будут темы Мы обязательно Будем Контач Но мы двигаемся Дальше Да Но я вот хотела Сказать Что как раз Сегодня В тему Как раз Пришло сообщение О том Что тоже Дело о пытках В ОМВД Заречного Будет рассматриваться В закрытом режиме Именно сегодня 5 октября В день уголовного розыска 2016 года Районный суд Екатеринбурга Вот Верхесецкий Районный суд Екатеринбурга Принял решение По ходатайству Гособвинения И потерпевших По версии следствия В 2014 году Обвиняемые Это сотрудники Полиции Отдела Сотрудник отделения По раскрытию Тяжких Особо тяжких Преступлений УРГУ МВД В 2014 году Обвиняемые Выбивали Из троих задержанных Признание В убийстве В итоге Один из них Все же взял Вину на себя Хотя не имел Никакого отношения К преступлению Другого задержанного После допроса Госпитализировали С разрывом Селезенки Ну и у нас Очередной Собеседник На связи Мы с радостью Представляем Вам представителя Председателя Межрегиональной Общественной Организации Комитет Против пыток По предотвращению Пыток Член Президентского Совета по развитию Гражданского Общества Правом Человека Игорь Каляпин Игорь Александрович Слышите ли у нас Добрый день Здравствуйте Слышу Здравствуйте Здравствуйте Все правильно сказали Нигде не ошиблись Ну вы на самом деле Два взаимоисключающих Название назвали Комитет По предотвращению Пыток Это сейчас называется Комитет По предотвращению Пыток Спасибо что вы Нас поправили У нас идет Простой вопрос Для наших пользователей В качестве Голосования Вконтакте Правоохранительная Система Может быть Действенной Без насилия Три варианта Ответа Нет Да Меня это Не касается Как бы ответили Вы на этот вопрос Ну вот Здесь Здесь Есть Очень Важный Нюанс Дело в том Что совсем Без насилия Правоохранительная Система Работать Не может По крайней мере Никому это Никогда Ни у кого Это не получалось Другое дело Что насилие Бывает Законным И В русском языке Это так Немножко Казуистически Называется В этом случае Применение Физической силы А бывает Незаконным И в этом случае Это называется Пытки В соответствии С международным Правом Понимаете У сотрудников Полиции Есть Дубинки Электрошокеры Связоточивый газ Оружие Огнестрельное Да Которое в том числе В определенных Ситуациях Может применяться На поражение Это все Как раз Для того Чтобы Оказывать Воздействие На людей Между прочим Вот И как вы понимаете Вот эта Памка резиновая Она Она Существует Совсем Не для того Чтобы просто Бомтаться На боку Вот Кроме того Сотрудники Полиции Еще Их Специально Обучают Рукопашному Бою В том числе Специфическим Каким-то Болевым Приемом Это Это необходимо Другой вопрос Что применяться Это должно Законно Скажите пожалуйста Как выглядит статистика Кто чаще всего Становится жертвой От этого Насилия И делите ли вы Это насилие На какие-то Я не знаю Там подразделы Одно дело Школьников С длинными волосами Пытать Совсем другое Пытать человека Который совершил Преступление Или подозревается В нем Правда же Правда Давайте Как выглядит Статистика ваша Как ваша статистика Выглядит На текущий момент Давайте я начну С ответа На первый вопрос Что он 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 Такой Мы вас Слушаем Игорь Да А давайте Вы еще раз Формулировку Повторите Да Я попробую Смотрите Есть ли у вас Ну как бы Вопрос в первую очередь Про статистику Пытать можно По разному поводу Не каждого Задержанного Будут пытать Здесь мы с вами Соглашаемся Правда Ну да Да Повод может быть Я не знаю Мне не понравилось То как он выглядит Он как ненормальный Да Он не как мужик Например Такой повод Бывает такое Либо повод другой Он не хочет раскаиваться В том что он совершил Я знаю что он это совершил Либо третий повод То чем вы лично Постоянно занимаетесь На Северном Кавказе Там немножко другая ситуация Она вроде бы как Отличается от того Что мы видим В крупных и не очень крупных Городах Российской Федерации Вот как это ранжировать Какие есть варианты Когда человек попадает В эти нежные руки Ну вы знаете Во-первых Во-первых Я бы не стал Можно конечно ранжировать Можно какие-то там Клеточки для табличек Придумывать На самом деле Никаких четких границ Между теми формами Которые вы привели Не существует Пытками является И наказание За что-либо И это может быть Наказание Как за Совершение преступления И сотрудник полиции Задерживает преступника И считает себя В праве Его избить За то Что он совершил Какое-то правонарушение Может быть Более или менее серьезное Да Это может быть И То есть Цель Избиений Пыток Может быть И вызвать у человека Чувство неполноценности Это тоже бывает Когда полицейский Видит Ну например Молодого человека Который по мнению Этого полицейского Там Не так одет Не так выглядит Там серьга в ухе Ну не знаю Наверное Наверное Сейчас такого уже не бывает Это ну Там В преснопамятные 90-е Все ушло Но Ну в принципе Вот иногда бывает Что это Результат Вот такого отношения Пренебрежительного Да И полицейский Полицейский хочет Это как-то продемонстрировать Бывает Что это Принуждение К самооговору И не обязательно К самооговору У нас было Достаточно много Случаев Когда людей Пытали Для того Чтобы показать Влияние На их родственников Да Например Пытали Женщину Жену Да В присутствии Ее мужа Да И там Грозились Изнасиловать И все такое И прочее Это какой регион Вы можете нам Подсказать Точку на карте Это Казань Это Казань Ну Казань Да Мы помним Была громкая история В Петербурге Тоже была громкая история Если вы помните Четыре года назад Никита Леонтьев Был такой мальчик Да 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 Конечно Помню Вот Ну вот В этой казанской истории Например Которую я упомянул Там человек Сознался В совершении преступления Более того Был осужден Отсидел Если не ошибаюсь Четыре года И Ну Случайно Или не случайно Не случайно Безусловно То есть Кто-то продолжил работать Да Благодаря чьей-то работе Настоящий преступник Через четыре года Был задержан И выяснилось Что вот Человек Который сидит За совершением преступления Он к нему Никакого отношения Не имеет Игорь Каляпин У нас на связи Член президентского совета По правам человека И председатель Межрегиональной Общественной организации Комитет По предотвращению пыток Скажите нам пожалуйста Можно ли здесь Как-то выделить регионально Да В этой части Российской Федерации Это норма В этой части Российской Федерации Это бывает Но редко И так далее Есть ли какая-то карта У вас Все-таки я вас Про статистику Хочу домучить Ага Ну давайте Про статистику Я тогда Все-таки вернусь К тому вопросу Который вы пытались задать Кого Пытают Да То есть Вот Существует мнение Такое распространенное Что существуют Какие-то там Уязвимые категории Населения Скажем так Вот какие-нибудь там Бомжи Или это Какие-нибудь Общественные Политические активисты Вот их-то Вот собственно Бьют Да А если человек Является Предпринимателем Вот Или если он Является Каким-нибудь Солидным сотрудником Какого-нибудь там Атомпрома Да И таким Вполне себе Респектабельным Человеком То с ним Никогда ничего Плохого не случится Вот наша практика Показывает Что это Абсолютно Не так То есть У нас Есть Среди наших Среди наших Потерпевших И ветераны Атомпрома Весьма Солидного Возраста Да Вот сидел Сидел дедушка У него Антологическое Заболевание Кожи И вот он После процедуры В онкодиспансере С таким Очень красным Носом Сидел на остановке К ним подошли Полицейские И снова Заснуло И кончилось С тем Что его избили И до инфаркта Еще довели До инсульта Вот Вот и такая История была У нас был Мэр Одного Небольшого Города Ну а уж Чиновники Просто гроздьями Обращаются То есть Не надо Не надо думать Что пытки Это у демок Каких-то там Маргинальных Слоев общества Что вот Побить могут Каких-то Только там Беззащитных Бомжей Хорошо Я более Обще Тогда спрошу В шестнадцатом году У вас Работы Прибавилось Уменьшилось Мы можем Говорить о какой-то Динамике Этих преступлений О динамике Я говорить Ответственно Не буду Я Я Я себя считаю Человеком ответственным Поэтому динамики Говорить не буду Знаете У нас Количество Потерпевших Количество заявителей Точнее Которые к нам Обращаются Оно всегда Стабильно выше Чем То количество Демок Которые мы можем Обработать Это во-первых А во-вторых Я помогаю Что и Очередь Из людей Которая к нам Всегда стоит Она в большей степени Определяется Ну Нашим имиджем Что ли Имиджем Который нам Рисуют СМИ Вот У нас Когда в регионе Проходит Какое-нибудь Громкое Демо Заканчивающиеся Суждением Полицейских У нас Длина очереди К нам Резко увеличивается Вот не потому Что бить стали Больше Да Потому что Вот мы Там Три или пять Лет Воевали Тащили Это дело До суда И вот Наконец Дотащили Состоялся Громкий Приговор Газеты Написали И Люди Которые Обычно Молчат О пытках Потому что Считают Что совершенно Бесполезно Кому-то Жаловаться Вот они Вдруг обрели Веру И пошли К нам Скажите Пожалуйста Игорь Вы не закончили Мысль Я вас Почти Перебил Я Я просто Хотел Добавить Что Это Это То Что В криминалистике Называется Высокомотетной Преступностью По Моим Ощущениям Здесь опять же На статистику Сложно Ссылаться Ее просто Нет Ее ни у кого Нет В том числе У государства Вот Но вот По моим Ощущениям Люди Которые Обращаются Вообще Куда-либо В том числе Следственный комитет В прокуратуру С жалобами На избиение На незаконное Насилие С стороны полиции Ну Не обязательно Полиция Это Это Однозначно Меньше 5% Да Я сейчас Не буду там Умничать И говорить Два это Или три Но это точно Меньше 5% Вот Поэтому Это я все к тому Что Рассуждать Какой-то там Статистике Говорить Какой-то динамике С моей стороны Было бы Совершенно Несерьезно Хорошо Тогда два Воследних вопроса Что делать человек Которого уже начали пытать Что делать потом Понятно Он может пойти В правоохранительный орган Написать заявление Может прийти к вам Можно ли каким-то образом Минимизировать Тот риск И ущерб Который Да Уже Начал Начал появляться Начали человека бить Есть у вас советы Какие-то В этом смысле Можно ли Как человека Обезопасить К сожалению Нет Я Я Наверное Единственное Что могу Посоветовать Такому человеку Это Демонстративно Начинать Оставлять Следы Да Ну вот Разбили вам Лицо Во время Допроса Да Вот когда уже Начали бить Ну Испачкайте кровью Все что только можно Включая Обои И так далее Потому что Ну во-первых Я могу сказать Что у нас там Были случаи Когда мы Благодаря вот такому Поведению Смогли потом Доказательства получить Но в данном случае Человек ведь не об этом Думает Он думает Как вот это Все прекратить И на самом деле Если сотрудники Полиции Увидят Что Человек Пытается Закрепить Вот это Незаконное Поведение Полицейских Вот он Формирует Какие-то Объективные Доказательства Они Возможно Начнут Вести себя Более осторожно Это Это такой Очень Очень Ненадежный На самом деле Совет Потому что Все может произойти Точно наоборот Вот Но Если вы мне сейчас Хотите На самом деле Задать вопрос Сознаваться Или не сознаваться Брать на себя Вину Или не брать Когда вас Начинают Бить Пытать То вот На этот вопрос Я вам ответа не дам Потому что На самом деле Несмотря на то Что теоретически Конечно Потом Можно В суде Изменить показания Отказаться От признательных Показаний Все такое Прочее Практика показывает Что чаще всего Это не срабатывает И человек Садится в тюрьму На основании Первоначально Данных Признательных Показаний Последний вопрос Игорь Последний вопрос Скажите пожалуйста А насчет запачкать Мы помним Как вы тут Недавно ездили На Северный Кавказ И потом оттуда Такого Зеленого цвета Вы были вынуждены вернуться Также мы знаем Что сегодня день рождения Рамзан Анатольевич Кадыров Ему 40 лет Исполняется Вам есть что сказать На этот счет И есть ли у вас Новости относительно Этой истории Расследуется она Или как-нибудь Планируете ли вы В ближайшее время Поездку В этот регион Ну я туда С тех пор Ездил Не один раз Другое дело Что я конечно Больше не буду Это делать Публично Совершенно очевидно Что Моей публичной деятельности Вот некоторых Из моих коллег В Чеченской республике Наступим По-видимому Перерыв Но мои коллеги Мои сотрудники Туда Ездят постоянно Мы Формируем группы Которые Постоянно там Работают Другое дело Что Сейчас Это делается Не так публично Как это было раньше У нас там нет офиса У нас там нет Служебного автомобиля На котором написано Комитет Предотвращение пыток И так далее Но наши юристы Там работают постоянно И по сбору доказательств И по представлению Судей интересов Потерпевших Вся эта работа Продолжается И будет продолжаться В обязательном порядке С днем рождения Кадырова Будете поздравлять? Нет Я лучше поздравлю Сотрудников полиции С днем уголовного розыска Вот Замечательный Замечательный праздник У меня у самого Много друзей Которые Когда-то служили Сейчас уже на пенсии Которые продолжают Служить Вот этих людей Я с удовольствием Поздравлю Рамзан Кадыров Я думаю Обойдется Без моего Поздравления Вообще Я думаю Что Пора бы ему И на пенсию Как-то что ли На заслуженную Ему всего 40 Вы плохо знаете Закон Насчет пенсии Нет Нет Что вы Я ведь не говорю Что ему по закону Пора Я говорю о том Что То что он мог сделать Он сделал Да Я На полном серьезе Хочу признать Что Рамзан Кадыров Как человек Который умеет Применять насилие Законное И незаконное Как Такой Этот Воин Мягко скажем День рождения Все-таки У человека Он Выполнил Очень важную Функцию На Северном Кавказе Чеченской Республики То что Сейчас нужно Делать В Чечне Никакого отношения К тому что Он умеет Делать Не имеет Там сейчас Нужен другой человек С другими качествами С другими способностями И извините С другим образованием Я понимаю Что он академик Доктор И так далее Но Другое образование Нужно сейчас Такому человеку Я думаю Что Рамзан Ахматовичу Тем более Что он много раз Повторяем Что он устал Я думаю Что ему пора на отдых С дворцами С конями С этими Майбахами С всеми его Ну вот Пусть он Пусть он уже отдыхает Вот я ему этого Хотел бы пожелать Услышали Ему и его начальнику Услышали Ну и последний момент Хотелось бы Да Подвести Итоги голосования Которое у нас Шло Вот это время На нашей страничке Вконтакте Правоохранительная система Может ли быть Действенной Без насилия Были три варианта Ответа Нет Да Меня это не касается 52% Ответили Нет Не может быть Действительно без насилия 40% Сказали Да И лишь 7,8% Считают Что их это вообще Не касается Игорь Александрович Ваш комментарий Ну я думаю Что это в основном Все таки Аудитория Питерская Да Я так понимаю Вот И ну что ж Я очень рад за Питер Потому что 40% Это здорово Я безусловно Вот в этих 40% Я считаю Что может Насилие Незаконное насилие Наверное Об этом речь то идет Незаконное насилие Как эксцесс Оно безусловно Будет оставаться Оно есть во всех полициях мира Нет К сожалению Нигде Идеальных Правоохранительных органов Но Но как эксцесс Понимаете То есть Незаконное насилие Из полицейской практики Должно уйти Вот Я думаю Что рано или поздно Это произойдет И у нас Подобные вещи Будут происходить Вот в качестве ЧП Будем надеяться на это И будем надеяться Что у нас будет повод С вами непременно Поговорить в будущем Игорь Каляпин Был у нас на связи Это Петербург Интернет канал Фонтанка Офис Я напомню Что Игорь Александрович Он собственно Представитель правозащитного сообщества Член президентского совета По развитию Гражданского общества Правам человека Ну и в первую очередь Он руководитель комитета По предотвращению пыток Спасибо большое еще раз Игорь Александрович Спасибо вам